О ДТП и культуре вождения. В стране и в регионе в эти дни обсуждают безопасность на дорогах. Серьезные темы. В НАУ обсудили вопросы межведомственного взаимодействия по борьбе с наркопреступностью и антитеррористической защищенности. Дополнительные полеты. Наринмарский авиаотряд вводит регулярные рейсы в Устинск в летний период. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. За последние 10 лет на дорогах России погибли около 350 тысяч человек. Цифры неутешительной статистики были озвучены на заседании Президиума Госсовета по вопросам безопасности дорожного движения. Дорожную тему обсудили и в Ненецком округе. Данные таковы. В 2015 году на дорогах региона погибли 5 человек и 43 получили ранения. 350 тысяч человек или население целого города. Говоря о дорогах на заседании Президиума Госсовета, Владимир Путин отметил, в нашей стране слишком легко относятся к этой проблеме. По словам президента, каждая третья ДТП происходит из-за неудовлетворительного состояния дорог и низкой культуры вождения. Глава государства считает строгое исполнение правил дорожного движения, следование нормам грамотного дружелюбного поведения на дорогах и понимание всей ответственности – ключевая задача воспитания культуры вождения. Понятно, что воспитание такой культуры – это процесс длительный. Поэтому он должен идти параллельно с ужесточением наказаний за нарушение. Мы видим на практике, что именно эти меры помогли решить проблему с ремнями безопасности, например. Заставили устанавливать в салонах машин кресла для детей или, как говорят специалисты, удерживающие устройства. В результате этих и других решений вдвое снизилось число погибших в городах и населенных пунктах. Но их количество остается, тем не менее, неоправданно высоким. Президент подчеркнул, решение проблем на дорогах – комплексная задача органов власти всех уровней, профильных ведомств и хозяйствующих субъектов. В Ненинском округе такой структурой служит Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. На прошедшем заседании была озвучена статистика за 2015 год. В частности, аварийность на дорогах Ненинского округа снизилась на 32%. По данным госавтоинспекции, на территории округа произошло 39 ДТП. Основная часть приходится на Наринмар и поселок Искателей. На региональной автомобильной дороге Наринмар-Усинск совершено 3 ДТП и столько же на зимних автодорогах. Пять аварий с летальным исходом зафиксированы на территориях нефтяных месторождений на зимниках. Также на заседании подведен анализ преступности в регионе за 2015 год. В первую очередь мы отмечаем рост числа преступлений против личности 150 до 119 факторов. Данная тенденция обусловлена увеличением числа совершенных убийств на 50% с 6 до 9 факторов. При этом хотелось бы отметить, что 60% лиц, совершивших данное преступление, ранее уже привлекались к уголовной ответственности. И почти все совершили данное преступление, которые состоят в округе. В течение года сотрудниками МВД велась работа по пресечению незаконного оборота алкоголя. За нарушение правил розничной продажи спиртосодержащей продукции составлено 46 административных материалов. Изъято из незаконного оборота более 15 тысяч литров продукции. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции. В 2015 году на территории округа зарегистрировано 52 преступления за незаконный оборот наркотиков. Половина из них уже раскрыта. Валентина Чебичек, Вадим Носкин, Телеканал Север. Вопрос антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей в период подготовки и проведения двух крупных событий с участием гостей из разных регионов страны и зарубежных стран обсудили на заседании антитеррористической комиссии Ненинского округа. Руководители силовых структур, исполнительных органов власти Ненинского округа и города представили планы своей работы в целях координации действий во время проведения ежегодных соревнований по кроссу на снегоходах и первом международном арктическом форуме. Участники заседания заслушали информацию о работе муниципальных комиссий по вопросам противодействия террористической деятельности и мерах по повышению грамотности населения в этом вопросе. Памятка для граждан об их действиях при террористической опасности размещается на портале органов государственной власти округа и сайтах региональных СМИ. Обсудили сегодня и вопросы межведомственного взаимодействия по борьбе с наркопреступностью в Ненинском округе. В ходе очередного заседания антинаркотической комиссии представители правоохранительных структур и органов государственной власти региона сообщили о принимаемых мерах по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и проводимой профилактической работе. В 2015 году на территории округа правоохранительными органами зарегистрировано 52 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Половина из них уже раскрыта. За совершение административных правонарушений составлен 81 административный протокол. Мировым судом на виновных лиц также была возложена обязанность пройти диагностику по наличию наркотической зависимости. В двух случаях нарушителям рекомендовали лечение от наркомании. С начала этого года на территории округа правоохранительными органами зарегистрировано 8 преступлений в данной сфере. Составлено 7 административных протоколов. В целях выявления и пресечения правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков среди молодежи сотрудники ОМВД регулярно проводят проверки развлекательных учреждений округа. Активная работа ведется по выявлению каналов поступления наркотиков в округ из других субъектов. Для подростков постоянно организуются лекции и беседы профилактического характера. В этом году запланировано проведение комплексной операции «Дети России». Нарко- и алкозависимым лицам старше 18 лет предоставляется право один раз в год получать сертификат на прохождение социальной реабилитации и ресолизации в специализированных организациях. Наринмарский авиатряд вводит регулярные рейсы в Усинск в летний период. Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненецкого округа и Наринмарский объединенный авиатряд подписали соглашение о выполнении межрегиональных маршрутов. В период с июня по сентябрь текущего года маршрут действующего рейса Наринмарха-Ривер будет продлен до Усинска. Рейсы будут выполняться по вторникам. Периодичность и частота полетов определена с учетом пожеланий жителей населенных пунктов и глав муниципальных образований. Как отметили в профильном департаменте, для перевозки пассажиров будут задействованы самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-8Т. Сейчас также прорабатывается вопрос использования более экономичных новых самолетов ТВС. Стоимость билета Наринмар-Ривер и Харивер Усинс составляет 5 345 и 5 690 рублей соответственно. После ввода в эксплуатацию самолетов ТВС-2МС планируется открыть прямой рейс Наринмар Усинска. Это позволит снизить стоимость перелета. Два самолета ТВС-2МС, изготовленных РУС-Авиапром для Наринмарского объединенного авиаотряда, проходят в эти дни испытания в Новосибирске. По данным руководства предприятия, документы о передаче самолетов в собственность Ненецкой лизинговой компании поданы 10 марта. После этого компания передаст самолеты окружным авиаторам по договору лизинга. Планируется, что техника прибудет на Наринмар уже к концу текущего месяца. Напомню, самолеты приобретены в лизинг на три года. Стоимость договора поставки составила 162 миллиона рублей. С учетом лизинговых платежей, контракт обойдется авиаторам в 187 миллионов рублей. О новых самолетах нашему каналу в программе «Законодатели» рассказал руководитель Наринмарского объединенного авиаотряда, депутат окружного собрания Валерий Остапчук. Мы понимаем, что очень дорогое топливо на самолете АН-2. И была поставлена задача о том, чтобы минимизировать расходы на пассажирские перевозки. Поэтому рассматривались несколько вариантов воздушных судов. Когда-то мы говорили про самолет «Твинотор», но он оказался очень дорогим, и экономика здесь не работала. Очень хорошо получилось, что научно-исследовательский институт гражданской авиации Нича Плыгина в Новосибирске разработал модификацию самолета АН-2 с газотурбинным двигателем. К сожалению, американского производства, но, как показала практика, этот самолет гораздо эффективнее самолета АН-2. То есть он с полным крылом может взять, допустим, тот же рейс на Ульсска, ровную, полным крылом берем 7, максимум 8 пассажиров, этот самолет сможет 12 пассажиров брать. То есть у него двигатель легче на 400 килограмм, топливо у него дешевле в 3 раза. Бензин стоит где-то порядка 100 рублей за литр, керосин около 30 рублей за литр. При одинаковых расходах топлива эффективность мы просчитывали по двум воздушным судам. она должна составить где-то порядка 19 миллионов. То есть это 19 миллионов, это бюджетные средства, которые не будут нами востребованы. Посмотрим, правда, боюсь загадывать, но посмотрим, как пойдет эта машина. Но показатели у нее очень хорошие. У нее есть несколько хороших плюсов. Это скорость, это меньше вибрации, это меньше шум. И это печка, которую там сделали уже салон, утеплили. В регионе Остро стоит вопрос по задержке заработных плат. Крупнейшими неплательщиками по-прежнему остаются Наринмар Сейсморазведка и Наринмар Строй. Задолженность по заработной плате в регионе по состоянию на 16 марта текущего года составляет более 50 миллионов рублей. Крупнейшими неплательщиками по-прежнему остаются Наринмар Сейсморазведка и Наринмар Строй. Основная причина наличия долгов по зарплате – дебиторская задолженность перед вышеупомянутыми организациями. То есть фактически Наринмарсисморазведка и Наринмарстрой ждут поступления денежных средств от компаний, которые им задолжали. Только в этом случае заработные платы будут выплачены в полном объеме. О планируемых сроках погашения говорили на заседании Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений и ликвидации просроченной задолженности по оплате труда. К ответу пригласили руководителей организации неплательщиков и их дебиторов. Не успев выбраться из списка должников, Наринмарсисморазведка попала туда снова. 15 февраля текущего года открытое акционерное общество полностью погасило просроченную задолженность, которая накопилась у организации за несколько месяцев. И уже 15 марта опять задолжала своим работникам. Без зарплаты остался 691 человек. Срок задержки всего один день, но законодательство всегда стоит на стороне работника. Этим вопросом оперативно занялась прокуратура Неницкого округа. Результаты проведенного анализа деятельности ОАО Наринмарсисморазведка показали, что причиной возникновения задолженности по заработной плате явилось в том числе отсутствие надлежащего контроля за деятельностью общества со стороны ОАО Геотекисморазведка, которое приняло на себя полномочия органа управления предприятием, обязанность по соблюдению и обеспечению в нём норм трудового законодательства. В целях устранения нарушений закона прокуратурой округа было внесено представление генеральному директору Геотекисморазведка. О ситуации с погашением задолженности по оплате труда доложил замдиректора сейсморазведки Александр Салтыков. По его словам, 48% от требуемой суммы работникам предприятия уже выплачено. По-прежнему в списке неплательщиков заработной платы числится и Наринмарстрой. Предприятие задолжало своим работникам почти 8 млн 980 тыс. рублей, в том числе почти 6,5 млн 117 уволенным работникам. Причина задолженности – отсутствие финансовых средств. К настоящему времени деятельность Наринмарстрой практически парализована. Основное имущество продано, большая часть персонала сокращена с сохранением в течение полугода заработной платы. Предприятие сегодня не имеет никаких объёмов работ. На оставшееся имущество наложен арест и плюс ко всему есть дебиторская задолженность, которую пока истребовать никак не удаётся. Частично решить проблему с задолженностью по оплате труда поможет продажа двух квартир, с которых приставы сняли запрет на продажу. По двум квартирам нам было должны 3 млн рублей, потому что люди, которые эти квартиры выкупают, они большую часть стоимость этих квартир оплатили по договорам аренды долгосрочной, которые были заключены достаточно давно. У нас есть материалы на складах, есть два здания, здание административное, в котором мы находимся, здание общежития на Меньшиково. У нас есть техника, то есть имущество есть, вопрос его реализации. То есть сейчас вся реализация только согласие наблюдателя. Внешний наблюдатель, о котором упомянул Александр Кирьянов, уже назначен. Таким образом, арбитражный суд Архангельской области ввёл в отношении Наринмарстроя процедуру наблюдения. Согласно российскому законодательству, её целью является обеспечение сохранности имущества должника и проведение анализа его финансового состояния. В период наблюдения арест с имущества предприятия будет снят. Производство по исполнительным документам приостановится, и Наринмарстрой получит возможность работать. Это, по мнению суда, будет способствовать исследованию истинной картины финансовых возможностей Наринмарстроя и перспектив его жизнеспособности. Рассмотрение дела об итогах наблюдения назначено на 28 июня. Период наблюдения может закончиться в арбитраже, либо заключении между кредиторами и предприятием мирового соглашения, либо признанием должника банкротом. Напомню, производство по делу о банкротстве Наринмарстроя возбуждено 5 ноября. На свои неплатежеспособности настаивают в первую очередь само открытое акционерное общество и ряд его кредиторов. Департамент региональной политики Ненинского округа сегодня провел семинар для представителей некоммерческого сектора под названием «Отчетность некоммерческих организаций». В качестве экспертов на мероприятии выступили представители Управления Министерства юстиции России по Архангельской области и НАУ, отделение пенсионного фонда и Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы. В ходе проведения семинара представители НКО получили информацию об изменениях в законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности некоммерческих организаций, о сроках и порядке предоставления отчетных документов в пенсионный фонд. Начиная со второго квартала 2016 года введена новая форма отчетности. Эта отчетность введена в связи с тем, что работающие пенсионеры будут получать пенсию без индексации. Поэтому все работодатели должны предоставлять в пенсионный фонд отчетность работающих у него застрахованных лиц. Эта отчетность предоставляется ежемесячно, начиная с апреля, и сроки отчетности до 10 числа следующего за отчетным месяцем. Представитель пенсионного фонда обратил внимание некоммерческих организаций на то, что за непредоставление отчетности или предоставление недостоверной отчетности начисляются штрафные санкции в размере 500 рублей на каждого работника. Кроме того, специалистами Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и НАУ будут предложены участникам необходимые формы для заполнения отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Организован прием отчетов некоммерческих организаций за 2015 год, а также оказано содействие по размещению отчетных документов на информационном портале Министерства юстиции Российской Федерации о деятельности некоммерческих организаций. Дети рисуют во имя мира. В Неницкий округ приехали норвежские школьники для совместных мастер-классов с окруженными ребятами. Фантазия и творчество детей для светлого будущего. В Неницкий округ приехала группа норвежских художников и детей. Гости из Скандинавии – участники международного проекта, который стартовал в Тунисе и продолжился в Шри-Ланке, Франции, России, Болгарии, Норвегии и Финляндии. Где-то на юге может находится такая зеленая-зеленая травка. И дорога на ней означает вечность. Таким ярким и простым видится мир ученицам Неницкой школы имени Пырерка. На полотне нет ничего лишнего. Небо, земля, горизонт, солнце. И нет просветов и белых пятен. Таковы условия организаторов творческого проекта «Дети во имя мира». Мы предлагаем детям после короткой такой минутки вдохновения, когда мы разговариваем о том, что они чувствуют, что они хотят выразить, мы даем им возможность каждому на холсту выразить свои чувства по отношению к миру. Что значит мир для них? Потому что они могут это сделать метафорически и с помощью разных цветов выразить свои чувства. Необычная идея собирать рисунки детей со всего мира принадлежит художнице и маме семерых детей. Вместе с группой единомышленников, таких же, как она, космополитов, Кэтрин ездит по странам. За много лет существования проекта удалось организовать творческие мастер-классы в Тунисе, Болгарии, Шри-Ланке, Португалии, Франции, Польше, странах Скандинавии. Художники считают, только дети способны изобразить чистоту мира, ненарушенную взрослым мировоззрением. И неважно, в какой стране проживает ребенок. На полотнах норвежских детей, которые приехали вместе с художниками, схожие с российскими ровесниками рисунки. Пейзажи родных просторов, северная природа, знакомые и выдуманные сюжеты. Здесь где-то звезды будут, здесь горы, здесь озеро. Нет, не видела. После мастер-класса картины юных граждан мира в Нарьенмаре не останутся. У авторов проекта есть традиция – обмениваться рисунками между странами. Художественные лозунги детей выставляются в общественных местах – аэропортах, автобусных остановках, школах и ратушах. Особенно важно, по мнению Кэтрин, выставлять работы детей в административных зданиях, там, где рождаются политические идеи и решаются вопросы войны и мира. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Такова была информационная картина дня. Увидеть новости можно и на нашем сайте, адрес страны w.trk.sever.ru. Далее информация от синоптиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok